В последнее время мое внимание приковали абсолютно железно две вещи. Это выборы в США и чемпионат, вернее конкурс лучший частный инвестор на Мосбирже, где один из участников сумел за три дня увеличить свой депозит аж в 12 раз. Как он это сделал? Это вообще непостижимо. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, во-первых, американские выборы. Конечно же, я ожидал, что будет большая волатильность. И я ожидал, что будет падение рынков. Почему должно быть падение? Потому что, первое, коронавирус шагает по миру вообще. Значит, число заражений увеличивается постоянно. Мы постоянно это видим. Все закрывается, ничего не работает. Все хуже и хуже становится. По идее, должно быть локдауны. Второе. Значит, в связи с тем, что ничего не работает, то получается, что... Ну, как бы все хуже и хуже. Получается, что ожидаемые прибыли, которые и так нету, в общем-то, они уменьшатся. Поэтому рынки должны упасть. Еще один момент. В Америке перед выборами постоянно пытались договориться о новом пакете стимулирующих мер. Но Трамп говорит, что надо напечатать денег и влить их в рынок. Демократы говорят, давайте напечатаем еще больше, но при этом раздадим деньги штатам, губернаторами которых являются демократы. На что Трамп, естественно, не может согласиться. Поэтому денег нет и нет стимуляции рынка. И поэтому понятно, что до выборов и даже до Нового года денег не будет с чего расти рынку. Рынок растет в последнее время только благодаря вливаниям денег. Поэтому я думал, что, в общем-то, все упадет. Да, еще Байден говорил, что я повышу налоги, если выиграю выборы. Ну, в общем-то, я смотрю, все должно упасть. И у меня была стратегия на падение рынка. Он там упал, но он упал настолько сильно, что, в общем, а у меня был кондор, что я оказался в пролете, честно скажу. Но я смотрю просто на человека, который вырвался на первое место. Ребята, это феноменально. Посмотрите. Он, некто пан, что сделал? В 12 раз увеличил за 3 дня. Он зарегистрировался на конкурсе. Посмотрите, когда. Он зарегистрировался на конкурсе 27 числа. 27 числа. И к 30 числу, вот вы видите, 30 октября, у него, значит, доход резко вырос. Там в 11 раз. Потом в 12 раз. В 12 раз он увеличил свой депозит. За 3 дня. Как это возможно? Я знал, что на опционах можно заработать. Можно заработать много. Но для этого, честно скажу, надо, ну, чтобы за 3 дня, во-первых, это очень серьезно, так сказать. Я думаю, как он это сделал? Как он это сделал? Я смотрю, на его начальный капитал. Тут написано 221 тысяча 135 рублей. Вот. И, значит, вот здесь вот у него... Так, статистика на 30 число. Смотрим, доход. 2 миллиона 652 тысячи 175 рублей. Имея 221 тысяч. Но я думаю, блин, как он этого добился? Как он этого добился? Ну, почему я об этом все раздумал? Потому что, ну, хочется тоже. Хочется понять, как он это сделал. Наверное, он гений. И я подумал, что это либо случайность, скорее всего, это случайность, либо он гений. Давайте посмотрим на его позиции. Позиции на 27 число. На момент, когда он зарегистрировался на конкурсе, у него было открыто только одна позиция. Это опционный ПУД со страйком 110 тысяч на РТС. То есть, ну, во-первых, вот такой гигантский доход можно получить только на опционах. Ну, это достаточно очевидно для меня. Вот. А во-вторых, кстати, для того, чтобы освоить опционы, курс по опционам. Понимаете, да? Вот. А во-вторых, ну, надо четко, блин, понимать. Но даже если ты четко понимаешь, вот какие опционы купить, куда это, то есть, вот, ну, есть, конечно, элемент случайности, то все равно в 12 раз увеличить, ну, не получится. Мне кажется, мне кажется, что вот 1155 опционов ПУД у него куплено. были на гораздо большую сумму, и к моменту регистрации он просто вывел со счета кучу денег. Вот. Ну, иначе я не могу это объяснить просто, потому что, ну, невероятно. Вот. И они уже давали просто доход. Вот. И смотрим. Вот он, доход в 12 раз. Я смотрю, я анализирую, как же он получил это, как он получил. А теперь давайте посмотрим. Да. Экспирация была 29 числа по данным опционам. И давайте посмотрим на курс РТС, который был 29 числа. Вот оно, 27 число, когда он зарегистрировался. И в это время курс РТС понесся резко вниз. Что, в общем, сказать, как бы закономерно, что вот он, 110 опцион ПУД. Он был сильно ниже, то есть он был дешевый, он его купил, опцион ПУД. И опцион ПУД провалился еще ниже до следующего страйка, и еще ниже аж до следующего страйка. И 29 числа, 29 числа, в общем-то он был где-то, так, в 20, 12.00. Смотрим. Ну, в общем, он был внизу, а вот же он, вот он, 29 числа, на минимуме. То есть он закрылся и сорвал бешеные деньги. Но я думаю, блин, скорее всего это случайность. Но думаю, а вдруг он гений, вдруг он или инсайдер. Может быть у него сестра Набиулина. Вот, и я смотрю дальше, что он будет делать дальше. Всего одна позиция, то есть он даже не спред купил. Я смотрю, что он будет делать дальше. Давайте посмотрим, что он сделал дальше. Давайте посмотрим его доходность на второе число. Она немножечко уменьшилась. Какие сделки он сделал позиции на второе число. Он усилил. Посмотрите, у него колл 110, у него он продал РТС, и он усилил еще бренд нефтью. Он купил нефть бренд фьючерсы. Что он сделал после этого? А после этого он передумал. Я подумал, что да, это разумно. Наверное, будет отскок. Я, кстати, подумал, помню. А что он сделал после этого? После этого он сделал, посмотрите. Он купил опционы ПУД 100 тысяч. Он решил, что индекс РТС свалится еще глубже. Кроме того, он продал фьючерсы 45 штук на индекс РТС. То есть, он все деньги, просто вообще все деньги на всю котлету, чувак залезает и ставит куда-то в одну сторону. Либо на рост, либо на падение. И я когда анализировал, я скачал его сделки. Вот здесь их можно скачать. Сделки. И я назвал это в Excel табличку ПАН или ПРОПАЛ. Давайте посмотрим, что же у него было дальше. Посмотрите. Опа! А дальше он поставил на падение, а индекс РТС, смотрим, пошел в рост. Индекс РТС пошел в рост. А он поставил аж на 100, купил путы со страйком 100. Он решил, что дальше посыпется вниз. Что происходит с его счетом? Смотрим. 3 числа было 1146%, стало 724. Почти половину. А дальше происходит следующее. 371%. И сейчас обновляем доход 306%. Он с таким же успехом сократил все деньги, которые потерял. Блин, ребята, у него гарантированное первое место было. Гарантированное первое место на конкурсе. Как это сделать? Я просто не знаю, как добиться такого взлета. То есть, надо как-то на большую сумму, на всю котлету зарядить хороший и угадать с курсом. А потом вывести деньги. Получается, что маленькая база и получается высокий процент. Я так понимаю. То есть, здесь есть небольшой мухлеж, что ли. И так далее. Вот. Поэтому сейчас у него путы куплены. 575 штук. Со страйком 100. То есть, он все еще стоит на падении. И, насколько я понимаю, потихонечку разоряется. Что по поводу меня? Ну, я ожидал падения. Я ожидал падения. Тоже я не ожидал рост. Был бешеный рост. И, собственно говоря, у меня тоже потери. Вот. Сейчас у меня стоит все-таки позиция на падение. Вот она. Красная линия, ну, говорит о том, что я не сильно потеряю в ближайшее время в случае роста. Но на рост у меня вот сюда. То есть, я ожидаю, что курс будет между 117.500. Он сейчас 117.750. То есть, он откатится, я считаю, вниз. До 112.300. Дальше я буду опрокидывать. Ну, в общем, сказать, как я и говорил, что опционы это, ну, во-первых, опционы здесь надо очень внимательно смотреть. Надо следить за рисками. Но для того, чтобы победить на конкурсе лучший частный инвестор, надо рисковать. Потому что тот, кто окажется победителем, заведомо точно рисковал очень сильно. Без риска здесь не будет. Поэтому здесь я сознательно шел на высокий риск. Я сознательно шел, ограничивал свои средства. То есть, чтобы не потерять все. Я не шел на всю котлету. У меня там всего 100 тысяч. Вот. Я потерял достаточно много. Ну, похоже, что мне не светит быть лучшим частным инвестором. Ну, по крайней мере, это будет опыт. Вот. Ну, дальше, после этого конкурса, я, конечно, буду выбирать более спокойные стратегии. Потому что 2% в неделю вполне можно здесь делать на тех стратегиях, которые у меня были. Здесь я немножечко, ну, превысил риски, конечно. И дальше я буду учиться не терять. Как минимум. Вот. Такой вот скромный итог. Ну, поставьте, пожалуйста, лайк. По-прежнему вы можете наблюдать меня на конкурсе «Лучший частный инвестор». Я вообще ничего не скрываю. Все реально. Зубоскалы могут порадоваться. Что, в общем, сказать, те, кто желал мне, чтобы я не заработал. Ну, а я заработаю когда-нибудь. Не сейчас. Вот. Ничего страшного не происходит. Вот таким образом все происходит. Ну, и что еще могу сказать из радостного то, что я наконец-то узнал, где находится штат Пенсильвания. Я про Америку, ну, как бы мало меня интересует, где какой город находится. Хотя я там был. Я был в штате Мичиган. Я был в Нью-Йорке в свое время. Ну, в смысле, я был в штате Мичиган в городе Флинт. То есть я там провел сколько там? Две с лишним недели. Это было давно, в 90-е годы. В начале, ну, по приглашению там американцев, я попал в программу. Там, ну, они налаживали какие-то связи с бизнесом. Вот. А после того, как эта программа завершилась, они сказали, что у нас виза открыта, мы можем остаться еще. И я остался еще на недельку. Поехал посмотреть Нью-Йорк. У меня там сокурсница живет. И она меня приютила. Вот. Несколько дней я провел в Нью-Йорке. Пьянствовали с ее мужем. Вот. Ну, как бы, вот и все. То есть, ну, просто мне было интересно посмотреть на Нью-Йорк. Что такое Таймс-сквер. Что такое Бродвей. Что такое Манхэттен и так далее. То есть, я все это посмотрел. Ну, кроме этого, я про Америку мало что знаю. Я знаю, что находится Калифорния где-то там. Знаю, где находится Техас. Знаю, где находится Флорида. Вот. Собственно говоря, вот такие пироги. Сейчас я уже знаю, где находится штат Пенсильвания, Джорджия. И что там еще были спорные. Ну, Невада, естественно. Вот. Вот такие у меня новости на сегодня. Спасибо за внимание. Лайк. С вами был Демятков Юрий.